Когда Нику забираешь из детского сада, нужно обязательно идти в магазин. Ну пошли, что ты хочешь, будем покупать. Одна с мамой сделала, еще дилет. Вот где тролли, поклеивается. Ты такой хочешь? Да, ну давай возьмем. Сейчас тролли вот такой еще тролли. Давай вот эти возьмем, эти можно кушать ложечкой. Ага, но я хочу. Но я хочу. А эти тогда не надо, да? А давай не надо. Вот эти надо, да? А давай не покупать. Не покупать? Не полонная. Она вообще аллачистая. Смешная. Вот где-то здесь есть твоя любимая алла вата. Алла вата, это у нас жевальный зефир. А где они-ка? Я не вижу. Вот это алла вата. Да? Такая зябка маленькая. Ну все. Вот это оно? Да? Арбузики разные там. Токтейль микс, да? Вот арбуз. Очень красный арбуз. В зеленом, да? Да. В черном, да? Есть еще вот такая вот. Видишь, на палочке жарить, как ты говорила? Да, она дорогая. Дорогая, дорогая. А есть еще белая вот такая просто. Ты какую хочешь? Хорошо. Все. Пошли на кассу. Себе такие берут. Нет, это еда. Нет, да? Это котик. Клади. Да, это котик. От глистов. Смотрите, какие красивые цветы. Мы тут гуляем в сквере возле церкви. Что это за цветы такие? Только, доченька, не наступи, хорошо? Что это за такие красивые цветы? Какие-то там сидят осы, шо ли, или мухи, китары. Вообще просто, да, Ника? Красивейшие. И тут такая ива красивая. Это сквер церкви? Это церковь рядом с нашим домом. Не знаю, украинский, московский патриархат я никогда не делю. Бог один на всех. А все остальное это политика. В общем, Ника саловатой. Я с семечками. Ой, я что-то прикрываю вам экран. Не ходи, там машина может ехать. Так захотелось осень вот этих семечек. Что ты хочешь, что? Кто тут живет? Кто тут живет? Здесь Бозенька. Тогда можно приходить, помолиться, попросить Бозеньку что-то. И он исполнит твое желание, если ты будешь хорошо себя вести. Поняла? Скажу, поищи мою кепку. Физа, куклы, лоу. А ты кепку потеряла, Анна. Поищи мою кепку. Пошли в обратную сторону. Кепку поищи, Бозенька. Смотрите, какая красота. Не знаю, как это все называется. Если бы я дружила с саранчой или внимательно смотрела ее канал, я бы знала бы, наверное, все названия. Роза Ютерсон. Вот это возможно. Смотри, Ника, красное дерево. Обалдеть, как красиво. Поломанное? Не посидишь-то? Вот там целое есть. Вот там. А туда дальше, к фонтанчику, не хочешь пройтись? И мои любимые цветы хризантемы. Это любовь. Роза, боже мой, какая... Кто-то все ухаживает за этим всем. Смотрите. О, дистресс прям. Это крестик написанный. Спаси и сохрани. Господи. Всех нас. И пошла бабушка идет креститься, а мы тут похризанты. Пошли к фонтану еще. Мальчик туда пошел, к фонтану, и мы пойдем. Давай. Вот это классно покраснело. Вот, смотрите, сидит бабушка на лавочке и что-то там говорит, говорит, говорит. Пришла под церковь и сидит там, и что-то выговаривает, выговаривает. Смотрю. Смотрю. Вижу красный листик. Вот она там говорит прям без устали. Без устали и качается почему-то очень сильно. Качается, качается. Я надеюсь, она кается, что-то просит много прощения, а не просит кому-то зла, потому что я уже свихнулась на этом моменте. Знаете, что есть люди, которые другим желают зла? Раньше-то я думала, что все, как я, желают друг другу добра, чтобы у всех все было хорошо, достаток, любовь в доме. А оказалось, что нет. Блин, вот эта замыленность меня задалбает. Сегодня Дима приедет и мы отклеим эту штуку, кстати. Смотрите, как красиво на фоне храма. Дима уехал в Мукачево, это очень далеко, 7 часов езды от нашего города. Уехал, потому что у Димы умерла крестная. К сожалению, умерла от инсульта. Я не знаю, сколько Тане было лет. Дима, привет, расскажите. Я ее видела несколько раз в жизни своей. Ника, ну не собирайте все. Она и перышки поподбирает, и наклейки. Не надо на столбе тут наклейку сдирать. Идем. Ты в туалет хотела? Но я помню Таню несколько раз ее в жизни видела. Ай! Напомню ее такую, знаете, азарную, позитивную, компанейскую. Знаете, я хочу вам сказать, что у нас большинство людей умирает от инсультов и от онкозаболеваний, а не от коронавируса. Поэтому бойтесь, берегите свое здоровье именно этих болезней, не курите, не перебарщивайте с алкоголем. Потому что это все уже доказано влияет очень плохо на сосуды. Пока что все хорошо, а потом ББ мгнет, так что прям кошмар. Я даже открою вам такую тайну. Я тоже курила очень длительное время. Очень много. Вот. И бросила. Поэтому вот открылась, рассказала вам. Ника, что там делаем? Мы идем или нет? Да, конечно. Конечно, так и идем. Нет, ты меня отпустила. Пошли, пожалуйста. Не отпустила. Это мы так, товарищи, домой идем. Мы не можем обойти ни одну качелю. Смотрите, как тут интересно. Я вам сейчас покажу вот этот дом. А это типа получается сквер, парк такой. И получается дети, люди живут прям в сквере в таком парке. Очень классно. Мне так нравится. А тут рядом прям маленькое село. Чернобрив темно-силоматы. А что тут такое? Помидоры подвязанные. Помидоры подвязаные. Помидоры подвязаные. Помидоры подвязаные. Да, нету одного лепестка. Не хватает цветочка. Домики тут такие, видите. Подсолнухи растут, кукуруза. Тут где-то забор вообще повалился, видите. Да, Никус. Привидение. Привидение, Ника, увидела. На яблоне висит штора. Тюль. Надо висеть, чтобы вороны, наверное, не ели яблоньки. Ну, сейчас уже темно на восьмерку идти, Николь. Пошли, будем ужин готовить и папу нашего встречать. Я боюсь него. Папа боишься? Вот что это такое начало говорить? Какой-то ужас. Ты боишься папу. Ну, что это такое? Вот. Какой дом? Видите, желто-блакитный флаг. Я сейчас увидел, что я снимаю. Скажет, что я больна. Вот видите. Только что с соседкой общалась. Она говорит, что приехала маму лечить. Говорит, минимум 25 тысяч. Это тысяча долларов ушло на лечение мамы. Мама, там заболеваемость тоже какая-то с сосудами. Вот, короче. А это для наших людей вообще неподъемная сумма, ребята. Неподъемная. Поэтому, слышали, не курить. Даю вам установку. Всем, кто курит, сегодня все докурите и выкинуть. Там собачка ходит. Да? Аника, любительница бордюров. Все, мы пошли готовить ужин. Вас берем с собой. Наконец-то у нас какой-то будет с вами кухонный приготовительный влог. Хотя капусту я уже сегодня с грибами и с бочком стушила. Капусточка. Как я люблю тушеную капусту с бочком и с грибами. Девочки, это просто наслаждение. Тут чуть-чуть есть томатного соуса. Я вот такой вот соус беру. Вот, чумак. Классический. Он без всяких там привкусов. Мне очень нравится. Вот, значит, мы сделали с вами тушеную капусту. Это у меня куриная грудка тушеная в сливочках. Я поджарила ее, чесночком сделала и в сливочках протушила. И тут макарошки у меня обычные. Вот такой ужин у нас готов. Сейчас поставим чайник. Ой, ну только я могу чайник поставить. Надо уже чистить. Вот такая вот накипь у меня буквально там за две недели. Тихо-тихо-тихо, не загорит. Я как чищу, девочки? Наливаю туда уксус и просто закипячиваю. И все это рыженькое пропадает. Чайнику, не знаю, чайнику, наверное, лет... Ну, семь, ну, восемь точно. Восемь точно чайнику. Прикиньте, керамический очень классный чайник. Очень хорошо чистится. Покажу вам вот сейчас. Видите, какой? И когда почищу, тоже вам покажу. Только в следующем видео, потому что мне надо бутылку уксуса купить. А еще, смотрите... Сейчас. Сейчас я вам все покажу. Все, что не показываю на эти дни. А еще, смотрите. Я купила вот такой тунец. Это в метро продается. Это их производство. Оро. Значит, по 19 гривен был всего тунец. Я взяла два. Но я знаете, куда взяла тунец? На салаты. Вот когда вы делаете помидора. Может быть, помидорка черри. Листья салата и тунец, допустим. И вообще супер. Коньяк стоит уже, наверное, весь выдох. Сейчас надо его вылить. У меня сейчас не до коньяка, блин. Уколов. Уколов, блин. Понимаете, дофигища. Какой тут коньяк. Смотрите. Сейчас покажу вам. О, у меня стрелька какая тут красота. Сейчас покажу вам. Вот такие уколы, вот такие уколы, вот такие уколы, вот такие уколы. Куча шприцов. Это все мне прописал невропатолог. Нервы мои поталаи. Нервы мои поталаи, понимаете, поталаи. Вот эта вот штучка очень красивая. Мне так нравится. Там фотик у нас лежит, пульты. Потому что, понимаете, мужики, они такие. Им надо все максимально поскладывать по всему дому, чтобы везде было, понимаете, распихнуто. Болты, вот это вот все. Ну и заколки, резинки, потому что я нику заплетаю. Это Катеньке, спасибо. Я сюда ставлю... Ой, как пахнет. Ромопалочку ставлю. Макаю ее вот в очко. И ставлю. Закрываю, потому что очень сильно пахнет. Очень быстро прям испаряется. И такой термоядерный прям запах в доме. Не хочу. А эту полку я сделала полностью. Сейчас вам покажу. Вот у меня тут цветы. Вот этот вазон, не знаю, что он не цветет. Ника. Милые, да. Вот у меня тут стоит такой вазон. Не знаю, он рождественник вообще-то. Но на рождество, да, должен зацвести. Посмотрим. И вот такой вазон. Мне мама его дарила. Я поставила его сюда. Мне кажется, прям, знаете, когда вот эта вся полка зеленая, то как-то прям так живенько в доме. Вот эту лампу для кулинарных рецептов Дима мне сам делал. Кулинарку я не снимаю. Надо ее вынести. Вот так вот смотрится. Мне кажется, он как-то подопустился. Вроде он такой стояченький был у меня. Или мне так кажется. Вот это тоже Катя мне присылала. Осенний такой подсвечник. Я сейчас туда свечу зажгу. Я туда ставлю вот такие свечечки, которые тоже Катя присылала. Позорщие. Вот. И я туда ставлю свечечку. И она так красиво светится. Будем ждать нашего Димулю. Скоро он приедет. Давайте зажжем сами вот это вот. Он на заправке в Стрию сейчас. Был. А я не знаю, Гавриловым или нет, Дима самому качан в Закарпатье. Это прям красоту увидел. Горы, Карпаты. Все, но нас не... Нельзя. Хотелось бы и мне, конечно, съездить. Но, к сожалению, негде оставить малявочек маленьких. Едет этот мальчик. Потухший, расстроенный. Позвонил мне, говорит, вот человека Юли нет. Так мы все, как лединки, таем. А что это я такая... Это я сейчас сидела, даже не видела, что я такая раскуежа. Это кошмар. Это весишь со мной, такое сделала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok